МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ха-ха! Юрец приехал! Красавчик! О, цирк и работает. Здравствуйте, счастливый владатель Гелендвогена. Ну что, как дела? Забрал тачку. Ну, слушай, наконец-то. Блин, все этого так давно ждали. Крылышко, крылышко, а что без фонаря? А чего у тебя за прадик-то стоит? Где? Фины приехали. А, кстати, это Саня, офигенный чувак из Финляндии. Приехал специально, чтобы починить прадик. Чтобы разбить прадика в российской дороге, да? Ну, не то, чтобы разбить, Юрец. Не-не, он, понимаешь, просто приехал в Питер, как бы, поскольку наш подписчик говорит, что вот, парни, у вас автосервис-кредит, я у вас хочу починить прадик. Вот мы, собственно говоря, этим занимаемся, чиним прадик. Колеса огонь, да. Ну, так что, финны, деньги есть, нет? И у нас-то, понимаешь, у нас-то чинится за рубли, а в Финляндии-то за евро? Вот оно как! Это ремонт по дешевану. Ну, да-да-да. Рассказываю вообще про гелик. Смотри, появилось крыло. Ну, нет, его не было, появилось вполне себе. Вот оно есть. А что фонаря нет? Ну, в принципе, он есть. То есть, ты так намекаешь, чтобы сейчас мы его поставили, да? А почему бы и нет? Ирес, ну ладно, для тебя я готов вот эту штуку сделать. Хорошо, поставим тебе фонарик. А где бампер? Объясни мне, вот не хватает бампера заднего? Я считаю, с вероятностью в 90%, что бампер сейчас в Белгороде. Че? Ну, договаривайся о покупке бампера, который облит раптером у знакомого, одноклубника, за 7 тысяч рублей вместе с кулаками. На гелик. Да, на гелик. Я понял. Короче, мы в Петербурге запчастей, я так понимаю, не покупаем. Все покупаем где-то в регионах, там, в Белгороде, в Казани, в Саранске, в Перми, кстати, опять же. Вот. И в Питере ничего. А где-то здесь такие цены, наверное, больше? Слушай, ну да, в Питере я согласен. Че спереди? Пойдем, показывай, показывай. Че спереди? Бампера, я смотрю, прикрутил. Вот такой вот бампер за 3 тысячи рублей. Ну что ж, достойно. Я считаю, вполне. Подожди, мне иллюминации не хватает, все электричество надо экономить, но ради такого дела Юрец приехал. Ну что, красиво, да? Красиво. Так а что, получается, тебе только фонарик подключить и все, что ли? Я уже связывался с секретными людьми из трамвайного депо, и мне подгонят новые линзы ближнего света. Хэлла. А, вот сюда, да? Да. А, я понял. Будет Хэлла 90-е модули. Я, кстати, чуваки, хочу сказать, для тех, кто не знает, дело в том, что на гелендвагенах, вот на этих вот бамперах стоят вот эти вот двойные фары, такие же, как в трамваях, которые ездят. Причем тоже Хэлла, поэтому, если вам нужны... Есть еще и в метро. Есть еще, но это на новых уже, да, электропоездах. Поэтому, если вам нужны фары на гелик, идите в трамвайное депо, стопудово. И в пазиках. Ну, хватит, все, сейчас все пазики будут все бародерствовать, понимаешь, на гелике всякие штуки-дрюки. Я понял тебя? Ну, окей, что? Окей, то есть, смотри, ну, сейчас у нас нет Хэллахских ламп, да, я так понимаю? Ну, сейчас нет. Я понял. То есть, нам надо сейчас поставить задний фонарик. Поставим задний фонарик. Кстати, я вот слышу, что ты компьютерную диагностику умеешь делать, да? Слышал, да? Так, и что? Я тебя сейчас попробую удивить. Ну, подожди, Юрец, подожди, подожди. Опа, кофеечек. Дай мой кофе, 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 мой кофе. Я же не работаю, я такой кофе, ты же понимаешь. Смотри, как у меня... Ну, я понял, ты еще тросик не сделал. Тросика у меня еще нет. Я понял. Посмотри вот на это. Когда ты последний раз диагностировал машину через такой разъем? Через вот такой? Да. Давай, честно. Честно? Честно. Я уже забыл. Реально, Юрец, я уже забыл. И я даже уже не помню, как это делается, но у меня есть волшебный... Я предлагаю вспомнить. Подожди, у меня есть волшебный компьютер, в котором можно посмотреть, как это... Подожди, так тебе реально это нужно? Что-то беспокоит или что? Слушай, иногда плавают обороты, иногда. А иногда работает офигенно. И может быть, что покажет. Ну, ладно, все. Я тогда... Что, надо брать компьютер и... В бой! Как сказал бы Котофей. Юрец. Что это? Набор юного диагноста? Добро пожаловать в каменный век. Здесь написано, существует только один способ считать коды ошибок. А, значит, 16-ти пиновым диагностическим разъемом. Это делается с помощью переключаемого провода проводки, нормально открытым контактом. Короче, при помощи вот этого диагностического разъема наш сканер туда свать просто бесполезно. Чего ты зеваешь? Это важная техническая информация, между прочим. Вот. В общем и целом, чтобы нам зачитать вот этот супер твой Герлинг Туаген, нам потребуется тупо светодиод. И прости, Юрец, прости, прости, пожалуйста. Но в данной ситуации, вот реально, в нашем сервисе нет ни одного светодиода, и я не располагаю таким супер диагностическим оборудованием. Ну реально, ну, прости. 12-ти вольтовый. Да, 12-ти вольт, обыкновенный тупой диод. Мы его, значит, в разъем, потом его вспышки читать вот этим. Слушай, у меня кое-что есть. Че? Пойду. Че? Че? Ну че там, циркуль, улыбнись. Это Леха. Леха вообще сниматься не любит, но без Лехи никуда. Так. У тебя вообще кондиционер-то имеется? Блин, у нас кредит. Какой кондиционер? А, гелики имеются. Гелики-то хорошо. Гелик-то он добрый, добрые люди. Кстати, кстати, Виталик Автокар. Привет. Так. Ну че, открывай. О, нифига себе. Слово о фонарях. Так. Вот это внутренности, но я не уверен, что они полный комплект, и туда пойдут. Ну пофигу, фонарь мы его воссоздадим, это не страшно. Сейчас, подожди. Подожди. Мне надо кое-что найти. Юрец. Юрец, это че такое? Ну, как тебе сказать? Не трогай, не трогай. Подожди, подожди. Это кирка. Юрий Алексеевич, вы сумасшедший. Бейсбольной элиты нынче не будет. Я в шоке. Это, подожди. Это, представляешь, я вижу такую схему. Ночь. Ночь. Человек на гелике, таком боевом, едет в черной майке, останавливается в случае чего, и выходит из машины, ты, блядь, с киркой. Кирка. А ты что гаишникам говоришь? Что ты золото добываешь? Вот, когда нравится. У меня еще не тормозит. Ну да, тоже верно. Вообще, Юрец опасный человек. Смотри. А вот это, можно, вот это вот, поделие 12-вольтовое, нам пригодится для теста. Оно тут уже распайку имеет. А в будущем оно как бы пойдет вот сюда. Только под плафончиком, и вот там гермитосом белье. Да, типа красиво-красиво, чтобы светило габаритно. А я помню, кстати, на керосиновом гелике так же, по-моему, было сделано. По аналогии, по-моему. Да, по аналогии. Моих рук дело. Ну все, огонь. Тогда что? Берем диод. Что ты их бросил-то? Берем диоды и пойдем тестить. Значит, смотри, Юрец, вот эта вот асхетичная схема, мы будем с тобой читать вспышки. 0,1 вспышка, это неисправности нет. 0,2 это датчик детонации. Ну и далее по тексту. Вот, со всей этой фигней мы сверимся и будем что-нибудь предпринимать. Короче, читать количество вспышек и дальше работать с этой фигней. Понятно. Ну что, иди заводи бибику. Нормальная тема сейчас будет. Нефига, Саня. Румын, блядь, я тебя знаю. Видел видео? Да, по видео в YouTube. Короче, это Саня, Финн приехал. Вообще, по-моему, Сакашан. Дорог. Очень приятно. В Финляндии? В Финляндии приехали. Да, да, да. Это его праздник. Вот это вы видите, это просто фурор. Фурор в нашем прохождении. Конечно, красота. Красота. Все время хотелось посмотреть. Все самое интересное в Утоне. Да? Мы еще обязательно это посмотрим. Это мы вытащим. Какие ратиныча вообще. Просто вот это посмотреть, это было, конечно. Да, да. Замрачная тема. Шикарно, шикарно, ребята. Как вы так вот... Саня, мы, короче... Саня, мы тебе все починили. Там суппорта, в общем, разработали, прокачали. Все огонь. Шикарно. До Финки доедешь, так что... Ребят, ребят, ну, кое-чего я вам забыл еще. Привез из Финляндии. Ну-ка, что, давай, ребят. Давай, 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 давай. Сейчас, погадите. Сейчас, вообще, Саня, что-то привез. Какой-то подгон финский. Пацаны. За то, что вы такие есть, хочу вам подарить реально эксклюзивное вино. Делают его, производят исключительно в нашем городе. Это далеко отсюда, ребята. Как город называется, скажи? Город Оулу. Скандинавия. Северная столица Скандинавии. Так она называется. Город Оулу. Вот там производят такое вино. Я хочу вам чисто от всей души подарить. Чтобы вы вместе все распили и всегда вспоминали нас. Поставите эту бутылочку рядом с Котофеем. Слушай, да, кстати, реально, надо к Котофею отнести. Я тебе хочу сказать, знаешь что, Саня, мы когда гелик покрасим, мы эту бутылку разобьем. Блин, будет шикарно, ребят. Я хочу на это посмотреть, честно. Надо реально, надо реально Котофею отнести, поставить. Кстати, Котофеевич, слушай, он по-прежнему не мыт, не стиран. Потому что он много работал. Сейчас надо свет зажечь. Чернорабочий какой-то. У вас здесь в авторемонте, бедолага, страна. Не, ну видишь, Котофею тут всякие няшки подгоняют. Красавчик, красавчик, блин. Денечки, чупачок, все в варианты. Блин, ребят, у меня денег нет. Только американские, точнее европейские. Ничего, нормально. Котофеевич и евро тоже возьмем, если у тебя есть. Мы дадим обязательно, но это тоже придется идти в машину. Ну ладно, пофиг, это потом сходим. Слушай, скажи, пожалуйста, ты узнал, на печальки пустят? На печальки, к сожалению, могут не пустить, ребята. Есть такая проблема. Колеса, гнища. И все остальное. Под отебелем не пройдете, глушитель не пройдет. Подожди, не, не, ну смотри, мы можем глушлок, ну, как бы нормально поставить и колеса перекинуть. Больше всего меня беспокоит, ну, внешний вид, она вся такая боевая. Больший вид, к сожалению, заставит любого полицейского докопаться до вас. Посмотреть в любое место. В любую дырочку заглянуть. И, к сожалению, ребята, может закончиться плачевно большими потерями финансов. Слушай, да, да, и нас на границе как бы паяют штраф и не выпустят. Я понял, да, к сожалению. Заварят дверь и оставим себя в машине. Либо останетесь там прямо на штрафстоянке и еще скажут, что нельзя портить экологию. Офигеть, ну подожди, ну финны же ездят там на старых конечных фольвах, и ничего. Ну, я бы не сказал. Зато вы бы видели, какие там печальки лизанные. Вот это да, вот это да. Но они там и в цене. Слушай, подожди, а почем, кстати, вот всякие разные печали? Ребята, я вам скажу, печальки начинаются от 1400 доходят где-то до 5000, до 6000. А то я вам еще... Евро. А вы видели вообще прикол ВКонтакте? В этом реально... Высылал, пацаны, там была такая двоечка красивая, красненькая, с кожаным красным салоном совсем. 250 тысяч. А, евро, в этой самой... Да, 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 точно, точно, прости. Да, там, да, да, в пинке она вот так продается? Вот она там так и стоит, до сих пор продается, никто ей что-то не покупает. Но там еще есть маленькие, я вам выставлял еще картиночки, там тоже такие, еще две копеечки стоят, она такая, как же это сказать, прям по-американски заниженная, такая вся красивенькая. А вторая повыше такая стандартная. Слушай, подожди. А циники, вы видите, у меня... Циники космоса. Сань, подожди, а сколько вообще стоит вот тачку реально ввести в финку? Редкий случай, не оттуда сюда, а отсюда туда. Отсюда туда, это действительно редкий случай. Я помню в свое время, когда-то там мой отчим возил туда копеечку, и в принципе у них как-то это прокатило, но приблизительно, по-моему, около пол цены что-то будет стоить, мне кажется. Пол цены, нет, подожди, подожди, у нас пол цены копеечки, понимаешь? Нет, здесь как бы мы в Рашке можем сделать, что мы купили ее за 5 тысяч рублей, понимаешь? Да, да, да. Очевидно. Вот, но это же не значит, что нас выпустят туда, ну не знаю, там за 50 евро как бы ее растаможить. Слушайте, ну приблизительно, я думаю, судя по виду и по ее нам, я думаю, за 50 евро ввозим, ввозим спокойно. Ну вообще, по идее, мне кажется, они смотрят по своим ценникам. Я буду уже делать отчисления, да. Ну а реально, если что, сможешь пробить контору? Конечно. Конечно, ребята, помогу и буду ждать вас. Сань, красавчик. Буду ждать вас. Я знаешь, что еще слышал? Интересная история. Вот пойдем к гелику вернемся. Пойдем. По одной простой причине. Стоит посмотреть. Я просто, знаешь, я люблю смотреть всякие буржуйские сайты, там, эстонские, литовские, финские, ну и все в таком духе. И я, конечно же, знал, что ты приедешь, потрогай, потрогай, потрогай. Я зашел, Сань, на финский сайт и, короче, удивился, что гелики в Финляндии вообще стоят космических денег. Стоят космических денег, действительно, они там ценятся, как военные немецкие автомобили. И люди, которые их очень любят, они их действительно просто так не отдадут. Слушай, подожди, ну, ты же финн, у тебя есть наверняка какое-нибудь приложение на телефоне? Конечно, конечно. Ну, давай, 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 давай посмотрим. Ну, вы на это посмотрели. Это же вообще шикарно. Так, здесь, кстати, между прочим, Владимир Владимирович. О, подожди, вы можете? Финляндия. Это Финляндия. Подходишь такой на кассу, да, и звонишь по телефону, а там Владимир Владимирович и все на тебя смотрят, прям рядом стоят, и отходят немножечко в сторонку. Достойно. Боятся, да, Финляндия? Да, боятся, конечно. Боятся, а говорят. А что они знают, что? Смотри, оп, айфон. Так, сейчас, ребята, покажу вам, конечно. Что же, где за телефон такой? А это что-то такое новое, называется OnePlus X. Это Android? Да, это Android OnePlus X. Это финский или китайский? Финский. А, финны? Да, китайский, конечно, какой-нибудь. Не, не, подожди. Финнов только Nokia. Подожди, вау. Я таких не видел никогда. Что за телефон? Ну что? OnePlus. Да, OnePlus. Это новые китайцы, китайцы стали производить хорошие телефоны, качественные. Слушайте, это вы понимаете, в Евросоюзе живете, а у нас, видите, автосервис в кредит. Ребята, слушайте, я на самом деле узнал это от друга, который очень часто ездит в Петербург. Он мне привез и сказал, что в Питере можно купить такой телефон за 250 евро, Финнензи, такого не было. Я ему говорю, давай, 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 продавай, продавай. Подожди, подожди, давай в финку, короче, возить телефон. Ну, есть кое-какие варианты, но... Не, все, это потом, это потом. Думаю, что из финки стоит везти сюда. Я понял, ладно. По крайней мере, айфоны. Ну вот, к примеру, мы можем посмотреть, какие здесь есть. 82-й год. Не-не-не, давай, как бы, что-нибудь, какой-нибудь аналог наш. Это все дизель, 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 подожди, 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 сейчас найдем где-то с таким мотором. Вот, очень похож, 97-й год. А, вот, 97-й год, значит, что это такое? Ну, это дизель. Ну, пофиг. А, кстати, между прочим, ребята, хотел бы что сказать-то. Вот смотри, у меня крузак дизельный, да? Ну. И в Финляндии только дизельный, а бензином их нет, 4 литра. Это вообще сказки, в таком даже не знают. В Финляндии используют только дизельный, в России используют в основном бензинный. Подожди, подожди, а налоги там нет уже? Налоги охереть какие, ребята, 800 евро в год. 800 евро в год на прадик? Крузака, да. Да ты что? Да, вот на такого. Сань. Да. Подожди, а есть разница, то есть на крузак, на прадик 800 евро, если у тебя какой-нибудь там Матисс? Ну, Матисс там как бы по ЦО. А, по выбросам? Да, по силам, там по объему двигателей, естественно, какие-то есть критерии. Как бы, я честно не скажу, как они число отчисляют его, но там есть до 1200, до 1300, конечно, такие в год. То есть, все в зависимости от мотора и комплектации, все остальное. 800 евро в год. 800 евро в год, да, ребята, это очень дорогая сторона. Офигеть, гелик, гелик. С учетом того, что сам дизель, конечно, стоит подешевле. Доставай. Да, 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 я уже забыл историю о чем. Что еще надо найти? Ребята. Так, вот он, красавчик, ну, плюс-минус такой, да, такой же можно делать. 26 тысяч евро в Финляндии, 97-й год. Подожди, это на наши деньги плюс-минус, если курс 70, где-то 1 миллион 800 с копейкой. 1 миллион 800, ребята. На эти деньги уже можно на рестайл купить. Что здесь? Везем? Везем, ребята? Юрец, значит, я знаю тут несколько огородов. Может быть, посмотрим рестайл, если он есть, конечно. Сань? Да? Давай где-нибудь в бруснике перейдем границу. На геликолагене, понимаешь? Вполне, вполне. Караваны, что, наденем боевую резину внедорожную и почутимся в Финляндии? Нет, нет, а почему бы и нет, а почему бы... И, короче, будет ржачная история. Попытка не пытка, как говорится. То есть, как бы, нет, а пыткой может обернуться на границу. Да, пыткой может обернуться на границу. То есть, подождите, не, я хочу сказать, что в случае чего ты-то как гражданин Финляндии, у тебя двойной же, да? Нет, 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 нет. А ты еще не... Я исключительно не собирался никогда получать гражданство Финляндии. Ну, подожди, вот здесь же грин карту. У тебя же есть вид на жительство? Вид на жительство? Ну вот, сколько? Вид на жительство и все. Подожди, а вид на жительство сколько там, 5 лет, 10 лет? Нет, постоянная виза у меня, постоянное место жительства у меня там. Красавчик. Саня, научи вообще, я там дачу куплю, будем ездить. Кстати, насчет дачи, я тебе хочу сказать, что мы пару лет назад, у меня есть приятен Лысый. И мы с ним ездили... Я уже слышал, спрашиваю, Роман? Павел. Нет, Павел. Значит, я не тот. Ездили в Финку, покупали квартиру. Мы купили квартиру, правда, в Жопе Мира, Пунта Харьев. Это еще не самая Жопа Мира. Да, да, я тебе хочу сказать, что в ипотеке, вообще, очень интересно, получилась там ипотека вот нашему, да, вышло 3%, 3% и получилось очень интересно. Мы приехали, там есть агентство русскоязычное говорящие, значит, наши парни встретили в лабиранте. Значит, парни встретили в лабиранте, значит, мы подкинулись до Бунка Харьев, посмотрели там, значит, квартиру, что удивило. У вас пенсионеры живут, как бы, значит, одна там бабушка продавала квартиру, значит, и она продавала ее с мебелью, со всем брахлом, говоришь, со всем говнищем, которое у нее было. Вот, и соседнюю квартиру, мы в итоге купили соседнюю, там тоже была какая-то мебель, потому что от бабушки там пахло вообще как человеческим. Есть такое сделано, конечно, но бабушки есть бабушка. Бабушки, да, да, да. И, значит, и купили мы эту квартиру, и ипотека, как ее уже сказал, 3% и самое интересное, там вот этот вот платеж по ипотеке приходит вместе с квартплатой, то есть прям в счет в этот самый квартплатный. Так, 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 интересно. Что интересно, у тебя не так, что ли, что интересно? Не знаю, мы просто платим раз в месяц одну и ту же сумму, как бы все, и потихонечку у нас исчисляется. Первым делом мы заплатили, как бы, проценты, а теперь мы платим исключительно за квартиру. За квартиру, ну вот. Так вот, значит, лысый, значит, сделали мы так, чтобы ему прям в квартплату. И также он там прям финну сдал, эту, значит, по-моему, за 400 евро. Самый оптимальный вариант. Самый оптимальный вариант, да. И у него получилась, значит, коммуналка большая. У него за хату было где-то 200 с копейками евро коммуналка. Так. 200 плюс-минус 200 евро, соответственно, платежку ипотеки. И так получилось, что по состоянию на сейчас у него где-то на наши деньги еще где-то после всех выплат, когда вот чувак, который живет там в Финн, значит, все это оплатит. Ну, где-то 500 рублей еще на мобильный телефон остается. То есть, фактически, там, единственное, первый взнос был, не соврали, сколько, по-моему, 30% нужно? 10. 10. 10%. 10% требовали все банки в Финляндии. Ну, вот, не знаю, нашему лысому тогда, вот, пару лет назад, сказали 30%. Представляете, мы еще попали на такую тему, мы брали свою квартиру. Ну, не квартиру, у нас полудом такой. Ага. Вот, брали его в кредит, естественно, и закон вышел вот как раз в тот момент, в тот момент, когда мы брали этот кредит. Ага. Вышел закон именно в тот же день, что 10% обязательно, а мы попали на тот момент, когда его не надо было платить, то есть, получается... А, вот че красавцы. Да, мы полностью вышли на нулевом взносе, так сказать, и до сих пор как бы хорошо живем. То есть, действительно, нам не пришлось потратить ни пение для того, чтобы как бы получить именно этот кредит на квартиру. Красавец, Сань, Сань, ну вообще, вот, мне кажется, русские люди нигде не пропадут. Не пропадут, не пропадут. Они нигде не пропадают. Реально. Ерец, у меня есть предложение. Значит, давай мы при помощи Александра налаживаем канал сбыта, значит, гелендвагенов. Из народов Финляндии. Финляндии, да-да-да-да. Самое главное, самое главное. У нас есть свое СТО, мы можем его подготовить для вывозок. Своя праздник для перехода на границу. Опять же. Нет, ребята есть знакомые, которые работают и на границе, как бы, со всеми можно договориться, в принципе, как бы. Сань, что ты несешь? Саня, что ты несешь? Саня, Саня, все, 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 ты что? Ребята, ребят, потому что, как бы, есть люди, которые могут подсказать, что делать, у них ситуация, как правильно. Вот, это мы уже тут это испорченные все, думаем, все. Конечно, да, да, да. Мы же с пенемией, ребята. А, ну видите, цивилизованные люди. Попал я в такую историю, в общем, ребята, отдыхали на даче, там у нас под Костомукшей, как бы, дача, там 100 километров. И, короче, ну, отдыхали, естественно, там чук-чук-чук, ну, кидались с Настюхой, тут, со своей женой. Вот, и был у нас такой маленький Мерседесик. Так. Да, да, да. И, в общем, был там у нас в багажнике арбалетик. Мы уже на дачу приехали отдыхать, как бы. Ну, естественно, ребята, вы же знаете, что, как бы, дешевле бензин в России. На следующее утро мы решили поехать в Россию, такие, с больными головами. Да, да, да. Едем, едем, приехали на границу, финскую границу прошли нормально. Подъезжаем на русскую границу. Там, естественно, багажник откройте, двери откройте. Женщина подходит, пограничница. А что это у вас тут за ружье? Мы такие, блядь, какое ружье. Взяли ружье. На хрен на том этот арбалет лежит. Просто ты, короче, пять часов мутузили у нас. Пять часов мутузили у нас на границе, в общем, еле-еле отпустили с бумажной этой валахиной, со всеми делами. Слушай, я все тебе... Саня, прости, перебью. Да, да, да. Я, кстати, тебе хочу рассказать еще один интересный случай. Со мной градуселы тоже на русской границе. Ездили в Финку и, ну, понятно, что покупают русские, значит, бухло и шоколадки. Ну, там все гестеральные порошки, всю эту тему. Значит, я, конечно, затрагивался вкусными финскими шоколадками, но по закону уже, значит, бухло можно брать, там, в дьюти-фри по дороге туда. Если ты везжаешь больше, чем на один, там, или на два дня, что-то такое. Да, да, да. Мы в том же день возвращались, я думаю, и ездили с девчонками, значит, и туда мы проехали, они в дьюти-фри весь мозг проели, значит, что, типа, не бери, не бери, на обратной дороге отберу. Я думаю, короче, не взял. Едем мы на обратной дороге через бруснику, если я не буду, где, значит, вот дорога домой и, собственно говоря, дьютик туда. Да, да, да. Разделяет маленький заборчик. Я сейчас не помню, помню бруснику? Найдется. И я думаю, все, это все, потормозите, как бы, и быстро. И я, соответственно, выхожу из тачки, перепрыгиваю через забор там, иду в дьютик, покупаю бухло. Да, да, да. Да, покупаю бухло реально. Ну, я же Финскую-то уже пересекаю. Ну, все, наши, родные. Значит, все, прихожу, значит, сажусь в машину, мы приезжаем буквально, там, не знаю, 200 метров. Идет по границе. Говорит, здравствуйте. Я говорю, добрый вечер, пойдемте с нами. Я думаю, ну, все, пипец, приплыли, значит, все. Я, значит, с бухлом все звеню, все, иду, иду, прихожу со всей этой историей. И в кабинет к этому чуваку, там, не помню, ни звания, ни должностный мужик оказался офигенный. Офигенный. Он так на меня посмотрел, как будто я не первый, не второй, даже не десятый, а, наверное, чуть-чуть, блядь, пятисотый за этот день. Он такими участвующими глазами ходил, ну, как вы заебали. Дальше происходило очень интересное событие. Он говорит, ну, пишите объяснительное. Я пишу, как бы, без задней мысли, все, пишу, думаю, ну, все, сейчас бухло отберу, как бы, все такое. И он начинает мне, значит, рассказать такую историю. Ну, вы понимаете, как бы, что нарушение, значит, режима, конечно, постой, говорю, да, понимаю, я готов понести, как бы, наказание. Вот, значит, дальше происходит интересное, думаю, сейчас начнется коррупционная составляющая. Ну, ладно, коррупционная составляющая, коррупционная. Я говорю, ну, ребят, ладно, давайте, ну, решать, что-то, как бы, предпринимать какие-то действия. Он так вздохнул, говорит, вы знаете, есть такая форма наказания. Я говорю, какая? Он говорит, я заржал, он говорит, устное предупреждение. Я думаю, блядь, наказывайте! Наказывайте меня! Уж ты вообще наказывайте меня до безумия! Ну, я, значит, он, значит, берет мое заявление, говорит, слушай, я могу сейчас дать дело, ну, ход, как бы, ну, это геморрой вообще. На несколько часов мы будем с тобой ходить, значит, к начальнику все это дело. Он берет мое заявление, значит, объясните, наверное, что только один говорит, слушай, больше так не делал. Мне, реально, мне, не забираю ни одной бутылки бухла, провожаю до машины. Я рассажусь, короче, с этими пожитками, думаю, нифига себе, мне очень повезло. Я хочу сказать, я даже не хочу называть вот этого, значит, таможенного поста, это было брусника или что-то такое в этом роде, но вряд ли это была брусника, потому что это была не она. Но вот тому человеку, который, собственно говоря, так поступил, я хочу передать большой пламенный респект и привет. Если он смотрит наш канал, я хочу сказать, красавчик, настоящий мужчина и пограничник. Чего я хотел добавить-то к тому, во всей этой бумажной Валайките нам пришлось написать объяснительную, как это произошло. А, ну, опять же, да, да, да. Впоследствии вышло это пограничничество и сказало, наши бы так и написали. А вы говорите, честные мы слишком-то в Филляндии стали. Все, вы написали, что набухались, как бы. Да, все было красиво, все расписано, целая история. Короче, Саня, у меня сейчас к тебе есть ряд таких кулуарных бесед, мне не хотелось снимать на камеру, поэтому я тебя приглашаю к кофейному аппарату. Юрис, ты с нами? Конечно! Мы сейчас кое-что обсудим и вернемся к Гелендвагену со всеми вытекающими отсюда последствиями. Будем тестить по дешману! По дешману! Поехали! Бой! Красава! Все, Саня, спасибо тебе огромное! Спасибо вам большое за все! Спасибо за ремонт, машина обалденная! У тебя в первую очередь! Обязательно! Обязательно приедем в Пинку! Ну, я все понимаю, конечно, а это что такое? А, это кирка! И для чего она нужна? Не убирай, не убирай! А это просто место битвы! Место битвы? Это же Россия, место бейсбольной битвы! Все понятно, ребята! Хорошо, я сочувствую вашим противникам! Мне интересно, а вот в Финляндии что? Только документы, да? Вот, ты объясни мне, Сань! Ребят, у нас, как пацанам деревенским, такой аргумент! Будем разбираться! Нет, все, все, я понял, я понял, все! Все, ребята, спасибо вам огромное, конечно! Все, Сань, спасибо тебе, старик! Познакомиться и во всех делах! Обязательно приедем! Желаю вам удачи и успехов во всем! Обязательно приедем! Продолжайте это дело! Но мы обязательно продолжим этот разговор и обязательно к вам приедем еще! Блин, Сань, подожди, я кое-что забыл! Стой, 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 сейчас, сейчас! Вот, блин, что это за одно там интересное! Секретничает что-то там! Секретничает чего-то! Расскажи, а как вообще дела обстоят в Финке с покраской? Слушай, дела обстоят очень печально, очень дорого, поэтому я собираюсь приехать сюда, вот в этот ангар, совсем по соседству, и будем клеить винилом! О! Тоже вариант, вполне! Так, что у нас? У нас прик... Что это? О! Это символичный подарок, вообще! Ребята, ребята, до следствия, пацаны! Несмотря на то, что у тебя Тойота Прадо, понимаешь, я все равно тебе дарю бренд! Это будет память, я его поюшу себе к сердцу поближе! Еще буду вас помнить всегда! Ребят, спасибо большое, еще раз, пацаны! Это от души! Спасибо, Сань, это от души! Все, жди быстрее, мы обязательно приедем! Все, жду! Реально! Красавчик! Да, мы счастливаем, Сань! Вот так, понимаешь, объединяется, все объединяется, все страны, города и миры! Вот так вот, Сань и Финн! Ну что, Юрец! Пойдем! Пойдем заводить! Делать елик! А то, что-то мы, понимаешь, заболтались! Пойдем заводить уже, да! Надо диагностику делать, а мы еще не в одном глазу! В общем и целом, заводай, Бибико! Смотри! Сейчас она нагреется, да, чтобы нам на холодную этого не делать, надо сделать следующее! Поднять обороты где-то до 3000, сбросить, а потом, значит, коробку в драйв, нейтраль, паркинг, R, да-да-да, туда-сюда пощелкать, значит, со коробкой! И потом еще раз газонуть до отсечки! До отсечки! И после этого я замкну, там вот есть два проводочка, и мы по количеству вспышек светодиодов, значит, поймем... Начнем шамастло! Да-да-да! Вспеха морза, почти! Да, поймем, какие у нас есть ошибки, но, понимаешь, в этой ситуации я ничего не могу сделать, потому что система очень древняя, и тут реально все как бы тестится вспышками светодиодов, поэтому сейчас как бы тачка нагреется, и в бой! И никакой коншины! Вот, ну че ты сейчас на больное-то, а? Че ты на больное-то, даешь? Никакой... Ну, кстати, да, реально, никакой коншины! И диагностика есть, и коншины нету! Нет коншины, нет проблем! Да, и причем диагностический сканер, это светодиод, можно купить, я не знаю, в Микронике за 3 рубля, и у вас будет компьютерная диагностика гелика по дешману! Блин, классная тачка! О! Светодиоды тестятся вообще! Ну что, ждем, пока нагреется и в бой! Так, ну что, поехали? Поехали! Самая странная диагностика сейчас будет! Давай! Заводи, Бибико! А потом я замкну вот эти два проводочка, и будем смотреть на эти светодиоды! Давай, Юрит, 3000 дай! Теперь коробкой! Драйв, да, там нейтраль задняя! Все положения, да? Ой, стой, стой, стой! Все, ставь на паркинг, и давай, короче, пятак, тысяч оборотов! Да! Да! Все, хватит! Теперь ничего не делай! Замыкаем на 5 секунд! 2, 3, 4, 5! Теперь ждем, что покажет! О, нифига себе! Юрит, все, глуши! Холостичка справная, 4,5 тысячи! Так она же нормальная так и есть! Смотри! Нет, а у меня в 6 крутится! В 6 крутится, и так она едет! Едет, да! Ну, да, а на паркинге! А на холостых она не больше 4,4,2! Это же что? Это же место установленное! Значит, Юрий Алексеевич, я хочу вас поздравить! Была одна вспышка, а это значит неисправности в электрической части вашего гелендвагена по дешману без коншины не обнаружила! Вы счастливы? Ну, как тебе сказать? А что тут еще ожидать? Все работает! Только тросик капота осталось поменять? Только тросик капота осталось поменять! Ну что, тогда мы с вами можем логически переходить к установке заднего фонаря! Вкрячивание нашего диагностического устройства в задний фонарь и в бой! Диагностическое устройство в заднем фонаре! Это вообще отлично! Это достойно! Нет, реально, хорошо ты купил, иначе нам пришлось бы бегать и покупать диоды! Да! Ну что, приступаем? Пошли! Доставай фонарик! Сейчас будем устанавливать! Дешманские запчастюли! Мне по-прежнему нравятся, знаешь, вот твои вот эти, знаешь, такие... Акустическое решение! Акустическое решение колонки S90! Я хочу сказать сабвуфер, а здесь не надо! Когда будешь спойлер ставить вообще, как на всех нормальных геликах? Спойлер? Ну, для этого надо потолочек снять! Я думаю, что когда... Покраска будет, тогда и спойлер поставить! Да! А, это что-то горело все, нахуй! Все, что провода у нас есть, мы это все сейчас переделаем, перевоссоздадим! Это нормально! Так, это значит, что как... Что как? Так, поворотник это у нас здесь, то есть вот таким вот образом! А, я понял! И саморезом, и чпонь-чпонь, да? Да, смотри! Короче, вот эта вот корыца вставляется... Вот сюда? Вот сюда! Вот так вот, да! Вот здесь вот дырки в крыльях! Интересно, да? Вот! Дырки вот есть в крыльях, они фиксируются, примечиваются! Дальше берется фонарь! Здесь саморезы, они вничиваются туда! И все, огонь! И все, и все, огонь! Ну, ну, сейчас, конечно, мы тут что-нибудь поколхозим! Что-нибудь поколхозим! Ну, с нашим диагностическим устройством мы точно здесь поколхозим! Очевидно! Очевидно! Ну ладно, что, приступаем! Ну, что? Электрика! Наука о контактах ерец! Нажми на тормоз, пожалуйста! Сейчас посмотрим! Все! О! Нажал, да? Отпусти! Выключи габариты! Выключи аварийку! Нажми на тормоз! Габариты! Аварийку! Огонь! Выключай все! Работает! Дьявольская техника! Ну что, к твоим любимым светодиодам! Ну, короче, смотри! Прошлые фонари на том гелике я ставил подкувы рестайловые! Так! И там, как бы, они разделялись пополам! А, то есть там стекляха снималась! Да! Там стекляха снималась! И я изнутри вот так вот клеил на стекляху! Пойдем на свет божий! Не дайте нифига! Да! Сюда! Так! Изнутри! То есть светодиоды светили внутрь! Клеил по центру! Там такая серебряночка как раз есть! Непрозрачная! Ну, отражатели типа! Да! И светодиоды светили внутрь! На отражателе! Ага! И получался такой круговой, равномерный, красивый цвет! Вот! А на дори ставил фонаря? А-а-а! Они неразборные! Вот как! Мало того, что здесь перекрытия между стенками внутри идут! Так, эта штука-то и неразборная! Тут есть только стекло как-то... Блин, ну я предлагаю собрать на лампочках, а потом ты крутые фонари просто нахомячьи на них поставишь! Я тоже думаю! Потому что здесь игра просто не стоит свеч! Я понял! Отдай мне моё диагностическое обоживание! Я нахомячил светодиодики! Юрет, спасибо! Мы теперь можем тестить гелендвагены по дешману со 104 мотором! Великое диагностическое оборудование! Что ты? Усатая! Всё тогда! Ставим данный фонарь и в принципе, что? И в принципе, всё! Можно валить! Поехали! Да! В бой! Действуй! Сейчас, Ерец, всё сделай! Ну что, собрали! Проверим? Проверим! Ты что такой грустный? Время видел! Ну, Ерец, мы же всегда так, до поздна! Давай со стопов начнём! Стопак, габарит! О, стопак отпусти! Огонь! Поворотник! Стопак! Всё работает! Ира Алексеевич! Это же замечательно! Гелик вернулся! В очередной раз! Это означает, что мы можем ехать на офф-роуд! Кстати, да? Как вы относитесь? Давайте мы в следующую серию, ну, если возможность будет... Давай! Попробуем! Дюзнем на офф-роуд! Всё-таки Гелик там... На лайтовый! На лайтовый! Ты видел? Губа какая-то у бампера! Слушай, да-да-да! Ну, не будем портить твой бампер! Я уж заикаюсь! Реально, Ерец, бампер не будем портить! Но, я думаю, что на полноприводном Гелендвагене обязательно нужно устроить офф-роуд! Иначе это полная фигня! Я вынужден с этим согласиться! Ну что ж! Но обещать эту следующей серии я бы не резко... Да ладно, разберёмся! Так или иначе, сегодня мы справились! Давай пятюню! Ну, всё, в принципе, можно валить! Как всегда, убираем инструмент, подметаем пол и валим! Заводи, Бибико! Опа! Это что сейчас было? Ага! Давай! Ну, у нас секреточки! Я понял, ну, я думал, ты погазуешь, типа, что... Мощь, всё такое! Холодный моторчик, пожалей! А, ну ладно, всё! Ну, заведи, чё, всё равно выезжаем! Раз! Ну, два! А теперь... Бой! А-а-а! Ну, всё, Юрец, мотор-то холодный! Всё, парни, подписываемся на канал, ставим лайки! Или не подписываемся на канал, не ставим лайки! Кстати! Чего? Есть важная мысль! Погаси! Погаси, Гелик! Погаси! Друзья, нас тут посетила с Юрцом достаточно интересная идея! В чём она заключается? Первое, вопрос по покраске Гелика по-прежнему остаётся открытым! Поэтому, пожалуйста, пишите на DriveTo Юре Алексеевичу, обязательно! Мы обязательно приедем и очень красиво снимем покраску вот этого замечательного Гелендвагена! Если вы хотите, конечно же, нам в этой ситуации помочь! Более того, мы, поскольку с твоим-то Гелендвагеном почти закончили, ну, осталась фигня! Мы же, по сравнению с тем, что было, покраска это, ну, ни о чём! Я хочу сказать, что проект продолжается! Продолжается он достаточно динамично! Как ты долго говоришь, господи, я спать пошёл! Да слушай! Важная мысль! Важная вводная! Ребят, поэтому, если у вас есть Гелик, не важно, за сколько он купленный, по дешману или за нечеловеческое количество денег, и вы знаете какие-то секреты Гелендвагенов, это может быть от обвеса Брабусовского за 300 тысяч рублей до вкрячивания рулевых наконечников от УАЗика! Пишите нам! Мы приедем! Я вот спросонеч, вернее, заспанный, я уже вообще не понимаю, с чего он говорит! Юрец, ты просто счастливый! Какие секреты! Какой обвес Брабус! Ты просто счастливый, что у тебя Гелик работает! Так вот, пишите нам, и мы обязательно приедем и расскажем об этом людям! Потому что проект Гелик-Подешманов должен продолжаться! Да, Юрец? А куда денешься-то? Домой поехали! 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 Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...